Спасение от кораблекрушения Деяния святых апостолов 27 глава 27 по 44 стих В четырнадцатую ночь, как мы на Симы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерев глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якори с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий от логи берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якори, пошли по морю, и, развязав рули, и, подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Прочим же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Возмышления. Часть первая. Блаженная уверенность. Деяние у святых апостолов. 27 глава с 27 по 38 стих. На этом этапе осуществления Павлом путешествия в Рим, мы видим, как во время страшной бури Бог чудесным образом сохраняет жизнь всех, находящихся на корабле. Ангел Господень ранее уверил Павла, что и он сам, и все, кто с ним на корабле, переживут шторм и кораблекрушение. Целиком и полностью уповая на это обетование, Павел не колеблется даже, когда все вокруг впадают в панику. Во-первых, он мудро останавливает. Перепуганных моряков, намеривавшихся бежать с корабля, потому что знает, без их помощи остальные погибнут. После этого он призывает пассажиров поесть, уверяя, что ни с кем ничего не случится. Мы тоже можем твердо стоять на тех обетованиях, которые Бог дал нам, подобно Павлу, уповавшему на Него во время бури. Вспомните, когда вам удалось выстоять трудные времена, благодаря уверенности от Бога. Какое воздействие оказала на окружающих ваша вера? Павел уверяет находящихся на корабле, что они выживут. Но самые большие опасности еще впереди. Когда судно садится на мель и начинает разваливаться под ударами волн, стража замышляет убить всех узников, чтобы те не разбежались. Однако, сотник защищает апостола и останавливает злоумышленников, так что на берег высаживаются все. Мы не знаем, почему сотник пощадил Павла, но видим, что своими поступками он помог исполнению Божьего обетования о том, что ни с одним кем. Из нескольких сотен людей, находящихся на корабле, не приключится никакого зла. Даже когда в нашу жизнь приходят проблемы, мы можем быть уверены, что Бог с нами и останется верен тем обещаниям, которые дал нам. Как проявлялась верность Бога в вашей жизни? Как вы можете рассказать об этих случаях тем, кто не знает Его? Молитва. Молитва. Я молюсь. Аминь.